Суверенитет Суверенитет – это не просто вопрос о власти, это вопрос о том, как человек, группа, социум представляет себя в пространстве существования. На самом деле, прослеживая историю суверенитета, мы можем четко определить несколько периодов – его возрастания, усиления, наращивания и потом ослабления и распыления. Первый опыт бытования суверенитета – это, конечно, Древний мир, когда создавались гигантские империи, Ахимениды, империи Александра Матидонского, Древний Рим, когда Суверен, первое лицо, фактически являлся сакральной фигурой, своего рода посредником между небом и землей. Потом Древний мир исчез, наступила эпоха Средневековья. Идея империи крупной формы, во главе которой стоит лицо, которое имеет особые договорные, скажем так, отношения с небом, с сакральной сферой, эта проблема никуда не делась. И действительно, в образе Священной Римской империи мы находим именно такую претензию. Пик учения о суверенитете, пик наращивания суверенитета, представление о суверенитете как о предельной концентрации власти – это, конечно же, учение Жанна Бодена, жившего в XVI веке. Именно он разработал учение о власти монарха, о власти суверена, первого лица, который обладает своими исключительными полномочиями именно в силу того, что обладает этим по причине естественного права, по рождению, потому что так дано ему. Ну и в силу, опять-таки, определенных договорных, статусных, сакральных отношений с небом, с Господом, с Творцом. Надо понять то время, когда возникло учение Жанна Бодена – это XVI век, эпоха религиозных войн, время, когда старые представления разрушались о норме, когда сам факт существования крупных империй уже начинал ставиться под сомнение. Ну и главная проблема всей католической Европы – это даже не столько ересь, это даже не столько протестанты, сколько Рим, первый епископ, римский папа, с которым постоянно надо было улаживать самые разные вопросы, в том числе и относящиеся к государственной деятельности. Следующий этап начинается в конце XVI века, ну, скажем так, на рубеже XVI-XVII века, и связан он прежде всего с именем английского философа Локко, который, по сути, первый разработал учение о разделении властей. То есть некогда единая, собранная, концентрированная власть, которую Жан Боден преподносил монарху, теперь должна была распределяться между разными институциями. Ну, в идее, в развитии это учение уже у французских просветителей оформилось как учение о разделении властей между властью исполнительной, законодательной, судебной. Именно в этом разделении виделся оптимальный баланс соотношения сил в управлении государством. И именно поэтому суверенитет считался в таком виде распределенным, максимально устойчивым, максимально эффективным и дееспособным. Ну, в самом деле, человек, фигура, частное лицо, это же инстанция субъективная. Разве можно ей вручать решение судеб мира, судеб государства, судеб человечества? Конечно, нет. И поэтому, когда этот суверенитет грамотно распределен между даже не людьми, а структурами и институтами, в этом виделся определенный идеал государственного устройства. Тогда же, в XVII веке, учение о суверенитете приобретает и определенное международное приложение. И это связано с именем Гуга Гроция и, конечно же, с вествальским миром. Гуга Гроций, нидерландский мыслитель, автор трактата о праве войны и мира, по сути дела, транслировал, спроектировал видение права насилия, права нарушения чужого государственного суверенитета. Когда это возможно, когда это невозможно, какие причины делают это нарушение вполне легитимными. То есть, даже насилие получило определенное обоснование. Суверенитет стал распространяться во внешнеполитическую сферу. Ну и, конечно, вествальский мир, который в 1648 году положил конец 30-летней войны, масштабной, по сути дела, первой общеевропейской, а значит, мировой войны XVII века. В результате этого мира произошло фактическое уравнивание суверенов, монархов европейских с германским императором, ну а иначе говоря, с римским императором. И отсюда мы можем сделать очень важный вывод, что носителями суверенитета в поствестфальской Европе стали уже не столько первые лица, сколько именно государство, общество, те большие пространства, которые они возглавляли. Эта тенденция продолжалась, начиная с середины XVII века, фактически еще два века до рубежа XIX-XX века, ну или до второй половины XIX века, когда прежняя картина мира, абсолютно рационалистическая, абсолютно грамотно расчерченная, казалось бы, предполагавшая все возможные нюансы бытования человека и социума, была нарушена. Когда человек обратился к традиции, к прошлому, к мифу, к религии, к таинственному, вот тогда-то и стало трещать по швам рациональное представление о суверенитете. Тогда-то и стали появляться разные учения, которые уже в XX веке транслировали это представление как бы в новом религиозном виде, когда для обоснования права властвования потребовалась определенная властная функция, и эта властная функция не всегда была связана с какими-то легитимными началами, а чаще с волей изъявлением масс, больших масс или каких-то отдельных групп общества. Ну и, конечно, следующей важной вехой в историю представления о суверенитете является учение немецкого философа Карла Шмидта, который, по сути дела, дерационализировал окончательно представление о власти как о суверенитете. Возьмем его политическую теологию, возьмем его представление о суверении как о том лице, которое только единственное и имеет право нарушать закон в силу чрезвычайных обстоятельств. Но тот же Карл Шмидт ставил под сомнение пределы власти этого суверена, потому что именно он говорил о том, что главные враги суверена – это не столько институты, это не столько конституции, которые его ограничивают, а это разного рода представители неформального окружения, которые выстраивают особые неформальные отношения с сувереном, и именно в силу этого получают к нему доступ и ограничивают его своими советами, рекомендациями, наставлениями. Мы вошли в 21 век с уже окончательно распыленным представлением о суверенитете. Где он сейчас находится? В государствах? Сомневаюсь, потому что, посмотрите, ведущие страны Запада уже окончательно потеряли свой суверенитет в пользу разного рода международных и транснациональных структур. Причем это не просто транснациональные корпорации, о которых мы говорили раньше, это структуры, которые занимаются не только бизнесом, но и выстраивают определенные смыслы, идеологии, создают мотивации для целых больших групп и объединений стран и народов. И в этой конкуренции, в этом противостоянии суверенитет государства, суверенитет государственной власти, конечно, уступает суверенитету вот таких вот больших межгосударственных транснациональных структур. Другое дело, что это относится прежде всего к странам Запада, к развитым странам. Но Западом только мир не ограничивается. И, конечно, в остальном мире представления о суверенитете пока что остаются довольно архаичными. Ну, условно говоря, архаичными, в кавычках архаичными. То есть, наверное, наиболее правильными. Там, где власть, там, где государство, там и абсолютная свобода действий. Ну, а о суверенитете я вам посоветовал бы почитать два текста. Первый текст – это известный диалог Платона-государства. Он не потерял свою актуальность за две с половиной тысячи лет с момента его написания. И второй текст, тоже небольшой. Это диалог о власти или о доступе к властителю Карла Шмидта, который был переведен и недавно издан на русском языке. Всего доброго, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok